как мы готовимся к обзору изучаем эрвфелет а вы знаете думаете ну что у нас тут наизусть происходит да нет вот сидим и учим название стульев как еще раз эрвфелет а почему мы это говорим да да потому что мы хотели сравнить как раз обзор у нас будет по компьютерным креслом и хотели как раз вот этот кресло компьютерное под названием эрвф что ж ты у меня вежествует не обученный здороваются сначала подогади скажите слово забугорную кресло рабочие компьютерное телефон не разблокируется эрвфелет это на самом деле маркуса да а мы будем сравнивать к сожалению в одном экземпляре с этим рабочим креслом компьютерным геймерским тире под названием нет у нас их два вида кресел к матч спел двойка нам по английск матч спел 12 900 11 999 12 рублей а может все все здравствуйте друзьям а можно успокоилась в общем нет друзья здравствуйте марку и вот наступил тот день когда мы видим на игровые мирские кресла в икеа и мы сегодня будем рассматривать тестить примерять и рассказывать годнота это или нет и еще мы сравним вот это кресло под названием прочитай матчел матч спел с отсутствующим в наличии креслом эрвф заберите это мужчина я его не знаю так называют язык так и заворачивать эрвфелет вот и мы попытаемся сравнить что лучше первых или вот этот покажем кто не знает я ну я картинку сбоку а потому что есть общие схожие черты с этими креслами можно можно я обзор запарю можно парик я посидела на всех креслах на черном на светлое таком беломолочном на черном клеточку и на сером и сижу я на марку си я его никому не за какие коврижки нет я не знаю youtube за войнки за вами у тебя попец под марку заточен так ладно хватит ржать давай разбираться держи мой телефон нереально так по марку соскучилась мне в анапе не хватает полноценного рабочего места так матч спел и давай самого дешевого начнем вот уже пилор я только выучил название гостей для запомнила кто придумал этого мужчины цена перо чем 9000 успела рэм стол для геймеров цвет черный цвет серый а сучу спел уровень утис пилары а ты успела мы успела это я могу пустила руку до пустива рэм значит одна сторона у нас языка кожи другая из ткани что понравилось сзади кармашек для чего непонятно газетку наверное прятать но мне понравилось но ты знаешь как это нам удобно я поработала у тебя ты взял мои бумажки все в карман сложил боюсь даже этого не хватит да я человек бумажек присаживайтесь и будем рассказывать сразу говорю видите на мне нет никаких микрофонов микрофон специально взяли верхней чтобы никто потом не говорил что неудобно села потому что микрофон у меня рост метр семьдесят суши ну вроде как неплохо спину более-менее держит вот этот механизм качкачу как-то от только вверх вниз работает и плоскость то есть я зафиксироваться не могу и наклон да больше ничего как у маркеса нет такого к отклониться и зафиксироваться такого нет ну там как раз вот этот самый механизм дешевый слушайте можно как блин шее неудобно то можно как аналог кресла качалки я вот пока не увидел его в реальности я предполагал что он очень жесткий метод или правда я не садился он вообще не жесткий и знаешь что вот он кажется объемным надутом да он очень тонкий вот смотри то есть он очень тонкий я могу его промять целиком дома металлических штучек поэтому мне к спине не сильно комфортно вот скажем так вот если сесть на него и больше не садится ни на одно кресло норм но если после него ты пойдешь и сядешь на маркус ты скажешь да конем этот стол за 9 я возьму лучше за 12 минус большой у этого кресла сразу тех кто будет сидеть продолжительное время спина будет потеть безумно и соответственно 5 тоже будет очень сильно потеть из того что одно будет сильно прилегать тело кресло а это из нашего любимого дермантина как бы как но есть преимущество этого самого дешевого кресла по сравнению с другими и даже с маркусом он прошит что это дает он дает большое преимущество не так быстро будет у меня будут не будет создавать вот такие складки растение растянется поверхность у маркуса и остальных вот этих кресел у которых ровно это сидушка болезни когда вы продолжительно сидите полугода года когда у вас в эксплуатации это кресло получается замятие независимо ткани то или кожи она все она будет в любом случае когда ткань прошита или дермантин вот таким образом он будет всегда как новенький но я боюсь наверное может по сравнению с самым дешевым креслом рабочим который мы внесли в список анти товаров краска может слететь нет если такое пока все новинка новинка пока мы только теорию дает смотришь кажется думаешь блин такая подушка воздушная должна быть под шеи но получается что вот она со мной не стыкуется я ее особо не чувствую а подлокотники вот у серого более-менее у черного быстро придут в негодность ли сюда надо их это уж хотел сказать они уже зашорканные на них прям следы остаются будет шорох цап стол ну блин визуально зараза красиво смотрится да но это дешевую версию такой модный сейчас ну по-честному я считаю что это не полно это не геймерское кресло должно вот тебя обтекать геймер подразумеваете что они не час не два играют но он как-то я бы как рабочее кресло не взяла давай до черного испытаю ну давай мать чем матч спел матч спел бумстад черный 12 руки значит у нас два цвета белый и черный белый почему серо-белый почему мне дима не дал потому что он очень быстро пачкается и дима решил пожалеть в источный образец но смотрится за разы эффектно за счет синего и красного на контрасте мне можно это обиду и слово будет звучать но она будет правильное белое кресло для чистоплю и почему обидно не не чистоплю вот мы с тобой не чистоплю и достанет вас вина плюя так же давай сначала с ощущений после этого кресла ты садишься на плотное но при этом комфортную сидушку она тоже проминается я могу точно также стопать ее во всю толщину рукой но она как будто держит форму вот то есть твоя папа не проваливается но я и говорила но примерно сиденье сидушка одинаковые как у маркуса и рф и вен привет я картинку что все поняли вот эти сидушки они примерно по форме одинаковые и поэтому из-за этого тебя из-за этих родственных чувств есть чувство комфорта теперь смотрите да сколько еще места то есть человек крупнее 50 размера совершенно спокойно сюда залезть протестировано все кресла до 110 килограмм что мне понравилось мне очень понравились ручки смотреть 1 2 1 2 3 4 и 1 2 ну соответственно из другой стороны вот это очень удобно вот например мне вот когда долго сижу за компьютером какое-нибудь закрытие периода в сибирском мне очень удобно так давай теперь смотреть что у нас по регулировка чем у тебя регулировка откидывается спинка как у маркуса но не фиксируется она дое бокам покажем она отличие от дешевого вот отклоняется спинка и так гуляет до дешевая вообще гуляет сама сидушка она ровно в половину откидывается на котором по форме спины уходит не полностью спинка сидушка углом уходит а тут вот отклонение идет как у маркуса а это регулировка высоты получается а это я регулирую спиной да но вот этот в плане гуляния туда-сюда более комфортен ну и соответственно ты можешь под себя отрегулировать подголовник вверх вниз и а вот кстати право бог вот это вот удобно то есть прямо под шею ложится и большой минус отмечу что нет поясной поддержки поясничной подняли сразу села стала искать кстати да смотри вот то что ты про марку сказал вот они залом это который появляется печалька для любителей маркуса кожи вышел вышел у нас дома нет с другой стороны это даже лучше кожи при попытаться когда вы сидите от часа плюс там даже летом и зимой в общем если выбирать между двумя креслами мы едим вот за это если вот мне марку с ней далее ну я предполагаю для для школьников до пятого седьмого класса доверх для детей это будет нормальный вариант для мальчиков до пятого до пятого класса детям нужно ставить нормальный кухонный стул с хорошей мягкой подушкой чтобы они круть вверх не делали ну и скажу в защиту сетки не бойтесь она не тянется в складке не превращается не растягивается она как есть так и будет сетка кстати одинаково с маркусом для спины это счастье они на мур-мур села вот видишь у маркуса соответственно поясничная поддержка спина не потеет подголовник есть но не такой конечно как у этого кресла он не регулируется и у маркуса преимущество когда отклонить отклониться можно зафиксировать это в одном положении а я сколько в маркусе поспала в офисе но у рф вилет самая крутая фишка была сидушка регулировать по горизонтали выезжала ну полка да 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 если ты допустим человек хрупенькая девушка невысокого роста да ты сидушку полностью к спинке пододвинула а если ты большой человек ты можешь тем самым увеличить площадь сиделище сидалище как право хватает поверхности для сидения давай заглянем кресло под юбку вот он механизм мы же любим залезть куда другие не лазит поставляется все это кресло в одной коробке инструкция прилагается сборка элементарная любой справится поверьте мне без каких-либо дополнительных средств и инструментов подожди а мы зря наверное я кое-чего увидела и это регулирует как раз насколько ты далеко будешь отклоняться и или полностью закрутишь зафиксируешь она не будет отклоняться когда вот шайбу раскрутишь в это это дешевый элемент вот давайте покажу вот за счет вот этой а она такой легкой регулирующей шайбу как раз себе или раскручиваете угол опрокидывания или закручивать туда мы сейчас мы закручивать закручивала и сиденью не будет вообще откидываться назад что долг ну да хватит вот садитесь и смотрите она будет сидеть на месте ой да но все равно чуть-чуть это но я до конца не закрутил до долга закручивал марку вот смотри в коллекции ки уже есть полноценных четыре компьютерных рабочих тире кресло как мы по нашему мнению расставим их по по удобству а марков мрв потом вот этот матч спел и я картинка пидас поставлю вот прям строго по цене 1 2 3 4 нет все равно жестко куда что зафиксировал понимаю что я не гуляю никуда но спина не отдыхает у меня вот здесь спина в напряге угол высокий . ского-то вот поэтому не совсем год вообще конечно друзья мои лучше бы кресло мерить дадим прежде чем купить потому что по картинке заглазоньки не всегда удачная но по ширине они все одинаковые плюс-минус сантиметр нет кстати вот эти новые кресла хочу отнять у них все-таки довольно таки большая ширина потоку так ну что все прощал мечу я немножко изучал информацию про вот этих два нового кресла европа и япония очень радостно встретили вот эти кресла геймерские до пути ну вот серии серый вот этот утес пилара не особо никто из блогеров не рассматривал ее в основном смотрели вот черные геймерское кресло белые пока это наверно для девочек до цвета для мальчика белый для девочки нет вот если девочка ищет светлый какой-то рабочий стул что более-менее то стильно смотрелся я вот это можно поэтому европу очень хорошо принял открылась крест у нас не знаю пока никто ничего не говорит поживем увидим как творится с продажа и опять хочу сказать минусы киева в том что вы не не создали интерьер интерьер с этой геймерской серии в икее швеция представлена красиво красиво оформлена так как должно быть по феншую прям отдельные уголочек и наверное играет как коллег бриллиантик сказать там они специальные светодиодные ленты там пустили под свечи такой геймерский так очень важно когда это в общем массе как это смотрится в интерьер я не знаю почему у нас не оформили она она требует этого число продажи точно увеличился да кстати вот в этой ситуации составляющие визуала и конечно понимаете уже привыкла народ все равно сюда придет вариантов сильно нет но тем не менее визуальная составляющая всегда играет роль особенно в представлении новой коллекции если вы хотите повысить продажи то есть по уму я как покупатель должна постоянно натыкаться то есть я не не должна ее обойти эту коллекцию а где она здесь по тут бы должны пройти не да ну что друзья вообще кстати кто сейчас мне кажется человек который первый раз на смотрит скажет ищет ничего не понял сначала ржали потом по креслам пользы ползали потом давай умово заключение скажешь и я отмечу еще последний момент геймерскую серию мы уже сняли ссылка на обзор в описании кто не смотрел еще это перейдите мы там как раз все то что предоставлено было в икея дыгей кубайт мы обозрели а сейчас эти кресла как раз они дошли и мы сравнили тут надо как-то все немножко в одно соединить я буду перекрестные ссылки сделаю на обзор чтобы друг другу нашим хорошо можно было от того к другому прийти в общем друзья вы попали на канал про икея мы неугомонный просим татьяна и дмитрий про икея знаем все и даже больше если вы первый раз на канале заходите сразу в короткое видео которое висит закрепе там почерпите очень много полезной информации ну и друзья мои не забывайте делать стандартные для ютуба вещи лайк подписка и комментировать мне тут надо к этому немножко более философской относиться если вам понравился обзор и вы хотите как-то отблагодарить нас сделать нам приятное напишите комментарий свой о том как вы восприняли эти кресла это коллекцию до поделитесь вашими ощущениями отзывом даже если есть у вас это в домашнем использовании это для нас лучшая награда будет когда вы делитесь своими впечатлениями эмоциями ну и лайк и кстати не забывайте подписываться знаете почему я обратила внимание на подписан на сама на несколько каналов они у меня периодически просто исчезает из лента захожу и что меня youtube от них описал и зайдем как с чем связано как-то происходит но получается что многие жалуются до подписку на канала который тебе интересно нужно может быть здесь дальше чем связано когда вот где спонсорская подписка у нас оформлена там мы никогда он никуда не пропадает поэтому кто смотрит данный обзор посмотрите стоит ли у вас колокольчик на уведомление новых обзоров если нет нажмите обратно может мы можем выйти в свободное время в стрим а вы не увидели да потом а печаль потому что когда мы делали это когда-то год назад даже больше прямые эфиры и нас было около 50 тысяч подписчиков онлайн и гораздо было много а вот эти последний эфир который задам повели последнего даже не верится что настолько было людей столько же сколько у меня посещает прямый эфир в инстаграме которые на семь с половиной тысяч давай заканчивать все да мы погнали дальше у нас еще много чего интересного приготовлен для съемок по моему в икее адыгея и в краснодаре слегка портится погодка у нас уже дождик в обратную сторону митрия все пошли пошли гони меня гони